здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим об одном оригинальном способе как избавиться от слизней слизни являются достаточно серьезной проблемой для многих огородников слизни повреждают плоды клубники очень часто являются вредителями салата а также повреждают многие декоративные растения с крупными листьями это касается хвост и ну и других подобных растений слизни досаждают часто в саду и поэтому все ищут способ как от них избавиться среди многочисленных способов которые я испробовал ранее одним из наиболее старых и эффективных является посыпание дороже где ходят слизни а также растений вокруг плотным слоем суперфосфата это неплохо потому что суперфосфат постепенно будет проникать в почву обогащать почву фосфором но однако же зачастую не совсем эстетично поэтому я предлагаю вам другой способ давайте приготовим салат для слизней раз уж они вот так любят для приготовления салата вы можете использовать листья дуванчика клейвера если не жалко вы также можете пожертвовать листики салата либо же даже листья хосты те которые они так любят после того как вы наполните ими вот примерно такую тарелку это обыкновенная тарелка для комнатных растений вы должны наполнить ее довольно полно можете немного порвать эти листочки измельчить а можете оставить их как есть самая главная заправка этого салата это пиво вы можете использовать как пиво так и яблочный сидр кроме того вы можете использовать забродивший яблочный сок который уже пробродил как следует и закончил свое брожение ну скажем так яблочное вино после того как вы сделали все эти приготовления вкопайте вот эту тарелочку в землю по борта не не обязательно ее вкапывать прямо внутрь потому что земля и какие-то остатки растений будут попадать внутрь и это не очень хорошо в то же время вы можете оставить очень небольшой бортик самое главное чтобы слизни могли его преодолеть и заползти внутрь после того как вы вкопали такую тарелочку в землю налейте туда пиво таким образом чтобы пиво полностью покрыла всю тарелку и дошло практически до бортов засыпьте зелень так чтобы она была хорошо покрыта пивом но островки зелени торчали над этим пивом нам совершенно не важно и не главное чтобы слизни утонули в этом пиве важно чтобы они попробовали растения покрытые пивом и попались на эту приманку вы удивитесь как за одну ночь это тарелка может заполниться слизнями полностью удивительно что пиво и яблочный сидр является весьма и весьма как привлекательными но то в той же степени и токсичными для слизней конечно это не совсем гуманный способ избавления от слизней он менее гуманный чем рассыпание суперфосфата потому что суперфосфат создаст некомфортные условия для слизней и они просто не поползут к вашим растениям а поползут каким-то другим в этом же случае слизни погибают но что делать если нам они очень сильно досаждают и надо как-то сдерживать их численность в то же время этот способ не является способом тотального уничтожения всех слизней до единого как только вы заметите что слизни уже больше не повреждают ваши растения их численность существенно снизилась прекратите выставлять такие приманки для того чтобы популяция слизней не исчезла вообще ведь природе ничего вредного тотально вредного не бывает надеюсь что этот способ поможет вам контролировать численность слизней поможет вам держать ваши грядки в хорошем состоянии хосты останутся у вас красивыми без дырок салаты съедобными клубника неповрежденная и и нажимайте на колокольчик если вам нравятся наши видео и вы не хотите пропустить другие выпуски нажимайте на лайк чтобы показать нам что это видео вам понравилось а свои комментарии просьбы и советы оставляйте на портале процветок точка ком ссылку на этот портал вы видите под этим видео там мы в перспективе сможем размещать фотографии для того чтобы давать наиболее квалифицированную помощь и консультации нашим подписчикам всего хорошего